заготовка к тому, чтобы там сделать лучше, чем было, она есть и готовая, он очень уплотненный по мясу, Рома написал, что это синтол, Рома, который мастер, он по экрану определяет, вы подумаете, ну ведь он может быть в 120, как высушится, так он и высушится в то, что может быть, но у него такие красивые бедра, у него жопа висит, а бедра спереди красивые и там Руслан говорит, блядь, приходишь домой, хоть что, говорит, жри там 5-6 тысяч калорий, говорит, бургеры, картошку, пиццу, говорит, останови эту хуйню, сейчас я почему немножко поплотнее встал, потому что я бухать перестал, на ночь 100 литров казеина, творога, два стейка, чтобы ночью, не дай бог, не похудеть, все знают, что нахуй надо три наболоны, там тестостерона, все вот это рекламировать, я так много уже заработал, мне не надо выпендриваться, знаете, мне очень нравится, говорит, какать, неусловно, то это бумага, все-таки в музей компании генетик лапах Руслану передам, я вообще на твоем канале боюсь что-то говорить, писянами сразу закидывают, ребят, всем привет, мы на канале генетик, опять с Русланом снимаем, опять я пиявка присосался, что там еще нищеброд, бла-бла-бла, колхозник, тракторист, алкаш, да, ну, в общем, такое, чего я только в свой адрес не наслушался уже, не знаю, с чем, конечно, этот негатив и хейс связан, но каждый имеет право высказывать свое мнение в публичном пространстве, тем более, что, ну, это такая площадка, youtube, там открыты комментарии, в целом, в общем, я стараюсь все комментарии читать, но не на все, конечно, отвечать, поэтому сегодня у нас тренировка, тренировка с моим тренером Русланом Халецким, вот как только мы появляемся в видео, вот эта чистота нашей с ним встречи, мы созванивались два раза, пару раз созванивались, да, поэтому для меня большая удача, сейчас опять поболтаем просто так, да, я хочу потренироваться сегодня прям, ты только не ноги, скажи, что я не могу тренировать ноги, она не сгибается до сих пор, а, у него произошло небольшое, ой, ты об этом нигде не говорил, кроме инстаграма? нет, я снял ролик, он просто еще не вышел, но я уже без костылей, магия кино, прошлый ролик с костылем, а сейчас уже без костылей, она просто вот дальше не сгибается, вот, видишь, гематомы повылезали, вон она, раз, гематома, ее на видео не было, вон, одна хуйня, ну, тоже проходит понемножку, фиолетовая, в общем, как говорит Руслан, все хуйня, ты живой же, здесь на тренировке, тренируемся, все нормально, да, не, ну, пройдет, пройдет, в любом случае, лучше, чем врачи говорили, там, потому что сделали УЗИ, там, ну, вообще, разрыв кнахи тканей, а тут было столько крови, короче, я ударился об что-то, а это что-то ударилось об меня, и разорвалось мясо, которое возле кости, поэтому первую, там, по-моему, ну, дней, наверное, 7, она была такая отекшая, огромная, а синяка не было, даже не понимал, болит страшно все, а он сильно глубоко был, да, он глубоко, а потом такой, хоп, с коленкой появилась, и потом такая, фиолетовая херня, она всю ногу растеклась, но сразу же меньше стало болеть, то есть, до этого, там, вообще было не дотронуться, сказали, если это покой, вообще не ходить, потом две недели на костылях, но костыль в машине лежит, они дают рекомендации, понятное дело, что эти рекомендации Руслану до одного места, до лампочки, да нет, они, во-первых, большинство их не соблюдают, раз, возможности нету лежать, если лечь и умирать, то врачей, в общем, слушать надо, немножко покушаться к себе, у всех разные, там, возможности восстановления, я уже, на самом деле, собирался и ноги тренировать по прилету, но нет, но нет, не могу, ну, больно, прям больно, тогда чего мы сегодня тренируем? Пытался по ступенькам пройти, знаешь, ну, нога-нога, тоже не смог долго, пришлось через правую ногу шагать, левую подтаскивать, но в целом, значительно лучше. Сегодня тренируем, тренируем грудь, вот так прям, ничего себе, прям тренируем, да. Нет, я нет, потому что я не могу брать тяжелые гантели, чтобы их закинуть, надо поставить. Но можешь же потренировать грудь, не обязательно с тяжелыми гантелями. Это и нам здесь не могу поставить, чтобы закидывать. Я не буду двадцатками жать. Я буду тебе подавать. Нет, я не люблю, чтобы подавали гантели, вы знаете, я считаю, надо жать те гантели, которые можешь. Которые можете взять. Можете взять, да. Я, блин, ну, не было фляги с другой фирмой просто, понимаешь, а фляга очень удобная, поэтому. Слушай, ну давай так, хотя бы вот в конторе USN я почему отношусь там позитивно, она не сверх востребована и популярна, я, по крайней мере, не слышал за подделки USN в России, да, потому что, ну, ряд брендов все-таки, он либо поддельный, либо он изначально, знаешь, низкого качества. У меня, честно, здесь вот набаривали джиме продукция USN. Вот. Я как-то попробовал, и мне вот понравился вкус соленая карамель или какой-то там попкорн. Ну, короче, такой вкус десертный. Мне понравился, я купил себе банку USN. Блядь, вы не поверите, сколько она стоит. Ну? Это пиздец. 6900 стоит банка, 2 килограмма. 6900 2 килограмма. Ну, типа... Пробок богатый. Да нет, тут суть не в том, что богатый и небогатый, но... Ебанутый. Да, наверное, больше вот этого. Блядь, за соленую карамель. Ну, охереть. Ну, посолил бы ванильный протеин и все. Чтобы вы понимали, опять же, вкус соленая карамель достигается с впечатлением добавлением соли. Все там, то есть, какого-то волшебства, какого-то ароматизатора соль нету. И вообще, очень многие компании соль добавляют, потому что соль, по сути, один из сильнейших и при этом, ну, безопасных усилителей вкуса. Да, то есть, мы же не любим, там, подстарированную пищу и так далее, поэтому огромное количество продуктов, и спортивного питания, в том числе, и батончиков, и так далее. Многие протеины, они в составе просто какое-то там количество адекватной соли есть, чтобы было вкуснее. Что там с ЕА? Практически вышли. Я уж боюсь этого прочитать. Нет, ЕАА прямо, они практически вот уже скоро будут в продаже. Тут не это. Огонь. Тут уже вот можно, знаешь. Уже можно, да? Уже прям можно. Уже без хищиканья. Знаешь, так скажем, возможно, даже во время, когда уже вышел этот ролик, даже ЕАА есть в продаже. Вот, типа, вот сейчас мы говорим, а где-то там они могут сосоваться. Судя по тому, как некоторые ролики у тебя выходят на канале. Нет. Слушайте, он такой говнистый вообще, я не знаю. Нет, нет, нет. Я имею в виду чистота роликов у него на канале, ну, прям кайфовая. То есть, очень часто выходят ролики. Я к тому, что мы, допустим, снимаем этот ролик, а он может выйти там через месяца-полтора. А это Леха, потому что? Просто Лехи напихивают сразу задачу. Нужно этот ролик выпустить, нужно это, нужно с Любером и так далее. С Любером, кстати, кайфовые ролики. Мне очень понравились. Со звуком проблемка, да, ребята, извините, пожалуйста, но тут такой вариант, смотрите, есть два варианта. Либо не делать ролик вообще, да, потому что была возможность встретиться. Это была, условно, встреча не совсем прогнозируемая, не сильно спланированная, но вот очень хотелось для вас сделать материал. Материал, по-моему, на самом деле, вот то, о чем поговорили, но он прямо суперэксклюзивный. И я его не слышал, про этих вопрос не касались, да, у нас такая вот есть дружеская волна, вайп, он готов там поделиться. На эту тему мы коснулись последнюю, было очень интересно послушать. Для вас, наверное, титры сделали для особо, правда, хочется хороший звук, вы правы, вы даже будете смеяться, сейчас я с собой таскаю, вот так же на всякий случай для айфона петлички купил, потому что мало ли что. Я вот не знаю, когда там выйдет эта информация, видимо, взрослеем, надеюсь, не стареем. И даже появилась мысль о создании какой-то там, не то что некоммерческой организации, это далеко идущая, но какого-то объединения людей, которые, так скажем, знаете, взаимопомощь, взаимовыручка, основанная на формате какого-то патриотизма, объединения, потому что, ну, много всякого происходит, и есть понимание, что людям даже некуда обратиться и пойти своим вопросом. То есть я сейчас инсультирую там вопросы, ребят, кого-то по бизнесу, кого-то по юридическим вопросам, пишут постоянно. И очень много ребят толковых, и хочется их, как-то знаешь, собрать вместе, так скажем. Там даже в формате уже какого-то там, не города, не кого-то там маленького комьюнити спортивного, а там в формате страны. Потому что тут по сути нету, ну, нету ничего. То есть нет ни национальной идеи, ни общественной идеи. Тем более национальная, да, привязана часто к правительству. А там для меня народ, правительство, страна, земля, это такие вещи, они где-то соприкасаются, но по факту они все отдельно. То есть государство, это отдельная машина, люди, вот, во всем вообще отдельно. Но знаете, там точка касания? Вы нам должны налоги, мы вам должны дороги. В принципе, смотрим, как налоги платятся, но как они платятся, так же и дороги делаются. Конечно, где-то еще по пути воруются, но с обеих сторон тут недоплатили, там подворовали. Но факт, это факт, там дороги все равно есть. Вот так в окно выглядываешь, и она все равно есть. Плохая, хорошая. Она есть. Дорога есть. Там, как-нибудь, Москва, какой-нибудь там, я не знаю, Омск, Воронеж. Разная дорога, но она есть. Может быть, опять же, в момент нашего разговора, когда вы смотрите, уже есть даже какой-то стартовый там чат в Телеграме, в котором мы начнем этот проект постепенно реализовывать. Часто хочется сделать сразу все круто, идеально, здорово, но я замечаю, часто замечал, что когда пытаешься сделать все идеально, или люди пытаются подготовиться идеально, они в итоге ничего не делают вообще. То есть прям вот совсем не делается ничего. Иногда стоит взяться, начать делать как-то, а потом довести до высокого уровня. Поэтому, если вообще вы что-то такое поддерживаете, напишите автор свои мысли об этом, было бы очень интересно почитать, нужна ли такая, знаете, общественная организация, произошла какая-то проблема или где-то происходит в определенной степени беззаконие, куда обратиться? То есть, знаете, когда там вопрос сложный, или он вне рамках МВД, или МВД готова помочь. Если человек обратится, кто будет оказывать эту компетентную помощь? Мы хотим постепенно. Смотри, ну давай так, ко мне обращаются с вопросами в том, в чем компетентен я, да? Я готов, что-то чистую помочь. Сейчас-то мне это здорово, удобно, я могу там на большую массу людей одновременно какой-то вопрос осветить. С ним будет объединение. Вот этот человек грамотный юрист скажет, я вот тоже хочу помогать. Да, у меня есть работа, где-то я беру за нее деньги, но где-то вот по верхам общий вопрос, я вам сейчас расшифрую. Вот, например, там произошло, там такой-то момент, или вот там общий вопрос, да, как поступать в такой ситуации для всех. И вот он ответил, и вот он пришел. А кто-то подскажет, блин, какая там, может быть, ошибка в машине. И вот начнется, знаешь, какая-то такая общая коммуникация. Да, эта ножка не поднимается. Но на самом деле уже больше движения, свобода. Я даже понимаю, что я сейчас иногда мне где-то больновато из-за того, что я уже сам допускаю то, что больше двигаюсь, глубже и растягиваю. Это, знаете, как в тренировках. Ты никогда не придешь в зал заранее накачанного. Но если начать делать что угодно, потихоньку, просто отжиматься дома каждый день, поднимать бутылки и ходить на турник, то через год у тебя уже появится какая-то база. Я так начинал заниматься. Где Ромка начинал качаться, я начал качаться дома. У меня было две гантельки, зеленых, я помню, по 8 килограмм. Там пол, были бутылки от растинки. И это прямо был мой первый тренировочный инвентарь. У Ромки было ОФП после борьбы. Ну ведь Ромка спортсмен. То есть мы там тачки делали, отжимались, по канату лазили, какие-то подтягивания, пресс. То есть общая физическая подготовка со своим телом. Потом, когда мы стали повзрослее, ну 12, 13, 14, нас уже потихонечку тренеры загоняли в тренажерный зал, писали нам комплекс упражнений таких рядовых, да, армейский жим, жим лежа, там подтягивания, брусья. Ну такое все, грубо говоря. И мы там тренировались. Ну как тренировались? Раз в неделю по субботам. Чисто тоже для ОФП. А чтобы конкретно качаться уже, ну, это тоже во время борьбы происходило. После тренировок. Ну Ромка спортсмен, ведь это прям серьезный, кстати. Ты же мастер, да? КМС, КМС. А, кандидат мастера спорта по дзюдо. Дзюдо. Комментатор. В кандидаты спорта. Комментатор. 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 Бля, нихуя себе, я тридцатки даже не почувствовал. Комментатор. Вообще, силач, бля. Все это, конечно, классно, но с каждым годом я замечаю, что у Руслана все меньше и меньше времени. У меня не меньше времени. У меня в 100 раз больше дел. По сути, у меня времени больше. Потому что количество дел и разных сфер, которых я касаюсь, охватываешь, становится в разы больше. То есть, визуально, да, время сжимается. Ну, вот так, раньше я выполнял, давай так, два дела за 100% времени. Теперь я выполняю 47 дел за те 100% времени. Получается практически в 20 раз больше. Ну, давай, скажем так, то есть, если раньше ты бодибилдингу и вообще в целом тренерской деятельности, у тебя на это было больше времени. Это было твое хобби, именно тренерской деятельности. Ну, давай сейчас, ты никуда, конечно, сейчас не готовишься, прям, серьезно. Не, я не про себя, не-не-не, родной, я не про себя говорю. Я вообще в целом говорю, то есть, время вот на то твое любимое хобби, когда ты мог помогать спортсменам, и даже это все было безвозмездно. Вот это дело, вот как раз-таки, помогать спортсменам хочется отдавать. Ну, когда что-то отдаешь, хочется получать. Отдача, да, то есть, давай, взаимообмен энергией. Оказалось, что большинство спортсменов, когда ты им отдаешь, это равносильно садить в туалет. Это смывается. Они это не ценят. Жизнь показала, что вообще, поэтому вот даже историю, только что мы озвучили, да, про какой-то взаимообмен. И польза она такая. Я не думаю, что это прям связано напрямую с видом спорта, бодибилдинга и с тем, что в головах у каких-то там особо более титулованных спортсменов. Но просто да, где-то пришло, наверное, в ряде людей разочарование. Да, поэтому это вот такой, наверное, основной момент. Во-вторых, где-то, знаешь, на определенных этапах уже не так интересно. Ты сто процентов знаешь, что делать. Да, и там вот с Ромкой на Олимпию двигаться дальше, это интересно. А где-то там уже ты знаешь, что ты можешь это сделать. Знаете, когда ты готовишь там двух человек на чемпионат России, они у тебя шесть медалей собирают с медалями абсолютно тренер-абсолютных чемпионов. Такой, ну все, я сделал. Триста процентов на двух людях. Что еще? Чуть-чуть посильнее выжимай, потому что там прикидки добавь, да. Мы в замки не втыкаем, ребят, нигде. Вот, очень движение правильное было, но стартово-коротковато. Вот сейчас прямо идеально. Немножко вам прокомментирую такую визуальную форму Ромки. Ромка прям хорошая. Он прям жесткий, такой плотненький. Прям очень сильно, чтобы вы понимали, заготовка к тому, чтобы там сделать лучше, чем было, она есть и готовая, он очень уплотненный по мясу. И нужно не называть ее категории классик физик. Тут нету безграничного потенциала для роста, потому что как бы нужно влезть. И от того, что вы подумаете, ну ведь он может быть еще в топ-120, и потом как высушится, так он и высушится в то, что может быть. И просто это развалится и будет доп-стресс. Пожжется мясо. Да, то есть зачем, ну типа, топить дрова долларами, ой, топить печку долларами. Наверное, большого смысла нету. Вот с непривычки, я же еще левша, обхожу почему. Хочется ногу перекинуть, а она не перекидывается. Ну скамья такая, блин. А самая жесть была. С разграничителем. Машину же разбил, все, да, Q8, золотая, ребятки, стоит, ждет оценщика. Это, наверное, потом как-то покажу, что там оценят, что они считают, если вам интересно. И на первые два дня брал машину, поедет в друга, низкую, ногу затаскивал руками. Салон, я тут я прям ногу складывал, низко садиться было страшно, больно, неудобно. Ехать нормально, как раз вытянутые ноги вперед, сидеть было хорошо, но вот сесть, выйти, прямо как инвалид. Ну, первые три дня так себя ощущал. А самая жесть, на первую ночь после аварии, когда проснулся рано утром, ну я привык, что я вечером хромал. А я встал, короче, я упал. У меня левая нога вообще не ходила. А я этого не ожидал, ложился спать, она такая, ну типа, держалась, подхрамывала. Я, короче, встал, упал. И такой, и тут мне даже немножко стало страшно, потому что вечером врач пугал после МРТ. Ну я думаю, фигню какую-то несет, знаешь, я же что, вроде хожу, сам пришел, сам ушел. Даже еще костыля не было в тот момент. Поделил на три его слова, да? А утром, когда Дайан, так, ну, встал на две ноги и упал, думаю, так, смотрю на колено, колено размером с голову Ну и, в принципе, за колено было больше всего беспокойств за связки, потому что отек был сильный и мягкие ткани просмотрелись, и гематома, и там точка разрыва, а вот по суставу сказали МРТ делать повторно. Но на самом деле, думаю, что в ближайшие дней 7 я уже одену компрессионные эти чулки и пойду делать жим ногами. Там, кажется, амплитуда короткая, у меня в ней нога уже двигается. Так, для тонуса кровоток будет идти обратный, потому что тоже опасно с гематомой такой сильной там все эти вещи делать. Ганте и Рома все больше и больше таскает. Да что-то я, если честно, тфу-тфу-тфу, но прям очень легко дается. что ты делаешь? Он говорит, про Олимпию спроси, про Олимпию. Про Олимпию? Руслан в этот момент был где-то. Ну, давайте будем максимально честными. Все, что я знаю про Олимпию, это сторисы Романа Халиулина. Давайте так, я видел чувака с шишками на широчайших, Рома написал, что это шинтол. Рома, что же мастер, он по экрану определяет? Как и все. Сейчас он договорится, чтобы... Это же диванный, блядь, да этот, чемпион мира. Один раз чемпионат мира выиграл, понимаете? Сложнейший в истории бодибилдинга, наверное, один из топовых чемпионов, который вообще проходил, по крайней мере, на моей памяти. Такого уровня больше ни разу не было, после того, нашлись там с квалификацией нашей сборной, вот эти вот всякие... Политические снимаем. Да. Да и принт, состав был лютейший, количество участников было безумное. Что с чем-то человек был? Это только мужской бод. Было очень супер мощно все. Было, в общем, здорово. Ну вот, тоже определяет по экрану синтолы людей. Ну, может, у него там лимфоузлы спустились, распалились. Рома, все-таки... Лех тоже так с такой забавной улыбкой смотрит, потому что я наоборот говорил с точностью да наоборот, что я говорю, чего вы доебались, там нету ничего. И приводил потом и скриншоты, и выпуск у меня вышел с обзором Олимпии. И я наоборот говорил, ребят, да даже Дерек на следующий день сказал, что там смазался грим, так-сяк, и у него, знаешь, вот он когда широчайшую вводит, и в пике ее вот напрягает. И у него вот это вот место, грубо говоря, оно оттеняется так, что кажется, как будто шишки. Там такие шишки вообще визуально были, да? Ну, типа да, оно да, могло показаться, но он уже об этом сказал, что это из-за грима. Плюс он выложил свой ролик на YouTube-канале, где он за кулисами, за сценой позирует. И там этого ничего нету. Прикольно. Вот. Короче, есть смысл пойти на канал, кроме Халиулина, прям ввести поиски в YouTube, подписаться. Ромка делает клево, у Ромки времени хватает. Но нет. Что именно? Олимпию. Дерек Лансфорд. Вот тот, который с шишками якобы. Тяжелую категорию. Хадди Чупана он сдвинул. Ничего себе. Да. Ничего себе. Нет, там форма была вообще простая. Я еще видел фотки, там типа Хадди Чупана, прошлый год и этот. Хадди прям улучшился, на самом деле. Он улучшился, знаешь как, скажу, с фронта он очень жесткий, в спине и в бедрах, по сравнению с прошлым годом, он стал хуже в этом году. Он был более мягкий. Каче баланс, всегда куда-то что-то вращается. Дерек, скажем так, он не был во фронтальных позах такой жесткий, как Хадди, но он в целом, картина спереди, сбоку, сзади, у него более целостная была. А потому что в NPC они условно считают и сравнивают позы, выставляют баллы по позам, почему они много часто крутят на любительских турнирах, то есть, а в FBB как-то иногда, знаете, смотрят общую картинку. Он, вот он нам так нравится. Ты говоришь, так он потом 4 позы из 7 проиграл. И по идее, и по балламу, ну как бы да, ну понимаешь, ну у него такие красивые бедра, его жопа висит, а бедра спереди красивые. А по идее лучше... Так же говорили и проходи, что да спереди он спереди, я говорю, да, но вы посмотрите сзади. то есть вот, давай лучше другое. Давай вот то, что прям круто, то, что мне кажется, наверное, наиболее важно. Мельников, Андрей. А, Мельникова, А, Б, твоего коллеги. А, да, Кожикаря Андрея. Кожикаря, да, из Кирова причем. То есть вообще прикольно, чувак из Кирова поехал на Олимпию, но это мощно так звучит. Мне, во-первых, очень интересно, как сложится теперь дальнейшая карьера, вообще, что вот произойдет. Вот честно, меня вообще в Киров тут приглашают на одно мероприятие, если поеду, я бы, наверное, даже Андрея пригласил пообщаться, мне просто интересно, что происходит вот сейчас. После Олимпии, да. Да, вот, типа жизнь после Олимпии. То есть там, прислали, может, видишь на жительство куда-нибудь в Калифорнию, сказали, чувак, ну нет, это, наверное, вряд ли. Будешь нашим королем или еще что-то, или там с Москвы написали откуда-нибудь. Ну, в общем, интересно, что-то, это, ну, реально, давай так, Олимпия. Олимпия, это все, ну, то есть на этом, грубо говоря, другие какие-то аргументы, критика его формы, она как бы, ну, такое, расплывается. Место какое, Андрея? Он был в последнем калауте, то есть там, если по спортсменам считать, он был где-то с 27 по 35. Ну, ты знаешь, после 16 места уже места не расставляют. Ну, да. Их просто по калаутам вызывают по номерам и все, но уже их не судят. По номерам или все-таки отборы были? Их вызывают по номерам, то есть не по порядку, а уже, да, все равно. По номерам, то есть последний калаут? Он последний калаут, все оставшие спортсмены, которые были, там их 7 человек. Ну, а то есть он был у себя, то есть ты видел его форму? Форма хорошая, да. У него форма очень хорошая, он очень сухой был, он не залитый. Конечно, плосковатый ввиду того, что он все-таки... Как обычно, по IBD-шному пересушился? Он не пересушился, просто они, мне кажется, знаешь, боялись потерять, так скажем, вот это качество, если наполненность будут делать. Поэтому он вышел... Ну, это как Ромка, когда, помните, в Польшу поехал, качок из Бухенвальда, понимаете? Я, да. А потом говорит, я вообще-то еще кардио делал по 2 часа, и, блядь, не жрал, и я ебнул. Не, я 3 недели, я же там вообще очень жестко просто. Я дома в спортивном костюме только ходил, и я хотел сделать максимально вот эти вот пиковые кондиции. И в целом же так и получилось, но я был такой просто худой. Худой, худой. Я еще помню момент, знаете, когда я Руслану скидываю видео с регистрацией, и он, когда посмотрел на меня, а с меня там ну просто нету меня, грубо говоря, если посмотреть на Польшу, когда мы вместе на регистрации были, какой я там сочный, мясной такой был, и там Руслан говорит, блядь, приходишь домой, хоть что, говорит, жри там 5-6 тысяч калорий, бургеры, картошку, пиццу, говорит, останови эту хуйню, потому что ты, говорит, исчезаешь на глазах. Я так и не знал про его кардио, я не знал, это все было это. Ну, не то, чтобы, как бы, не знал, просто я его сделал чуть больше, я думал, ну, а что будет? Я делал час утром и час вечером его. Вот. И, соответственно, конечно, я пережегся, переслился очень сильно. Качество формы было лютое. я очень был прям такой хороший, но я перестарался очень сильно, и, соответственно, вот эти три недели я пережег сам себя. И морально, и все. Но, когда он сказал мне, все, я так и сделал, я пошел в магазин, понабрал вот всего, что только можно, потому что нужно было остановить. Организм уже у него, знаете, он такую точку невозврата перешагнул. Ребята, может, ты не замечал, или вы не выступаете? Прикол-то, знаете, какой? Ты иногда начинаешь грузиться после регистрации, а вес все равно падает. Организм какую-то фигню включая, что ты, вот ты дальше начинаешь улетать вниз. Ты уже ешь, 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 пьешь, а все равно тебя сливает. То есть я вот обычно прям сжимаю сюда в категорию. Рома видел. Последние граммы, у меня даже если меня пиздить, у меня слезы не будут течь, нечем. А на следующей после регистрации начинаешь как бы уже грузиться, а вес спокойненько спускается. Как так происходит? Магия, мне Хогвартса. Все, и получилось так, что я поел, попил литров 7, наверное, жидкости там всего и газировки с сахаром, и с утра встаю, а у меня минус полтора килограмма. Хотя я очень много тогда поел. Очень, конечно, жду сезона весеннего, когда будет, сибериан, общался с Денисом. Знаю, что большое количество иностранных спортсменов или про готовится приехать. Поэтому, если кто-то думает, что будет борьба среди наших, мне Денис заявляет, что по факту, наверное, будет борьба среди иностранных атлетов. За деньги больше, чем среди наших. Ну, Леша Кузнецов у нас в АВБ про ушел, в американскую лигу, выиграл про карту. То есть его уже не будет. Будет наверняка Илья Луковец из Элит Про и, по сути, кто еще? Ну и победители, да, там? Да, в ветерях. Ну и сильные иностранцы заявляются. Сейчас Дерек получил 400 тысяч долларов. Вот. Неплохие денежки. Ну, после уплаты налогов он там получит, наверное, в районе, может быть, 350. Зависит от того региона, где он прописан? Нет, мне кажется, зависит от того, где призовые. Где проходил турнир. призовые зачисляются на счет. Давай так, если там есть по... Я думаю, по месту регистрации. А мне кажется, все-таки по... Вот кто разбирается... Я законодательство американское не знаю, но давай так, если ты в Америке, допустим, у тебя где-нибудь... Где крокодилы и торнадо постоянные? Я забыл, как этот штат называется? Где был Катрин и ураган еще проходил. Там низкое налогообложение, как я знаю. Допустим, там у тебя компания. Ты продаешь товар по всей стране. Ты же налогообложение плачешь своего региона. Да, своего региона. У тебя могут быть, конечно, дополнительные надбавки, как там в Нью-Йорке я знаю, есть своя надбавка и так далее. Но в целом, в своем регионе, даже в России, у тебя юрисдикция питерская, торгуй по всей стране, заплатишь свои налоги питерские. Питерские, да? Думаю, там тоже. Деньги перечисляются на счет человека. Он там, допустим, из Лот-Анджелеса заплатит калифорнийские налоги, а калифорнийские налоги одни из самых высоких штатах. Да, да. Ну давайте, разбирается, напишите, правда интересно, какие проценты уплатит человек, где с выигранной или по месту получения этих призовых. С выигранных, да, призовых. Вот точно там, лотерею что выиграешь, не знаю, типа, как в Вегасе, а может у них отдельное законодательство на такие вещи, знаешь, типа, призовые? Да. Америка тоже. Другой мир, другие законы. насколько я знаю, и об этом писали и участники даже некоторые, что после уплаты налогов, я как-то читал у кого-то, у Билдзера пост, что после уплаты налогов он там удержали какую-то сумму. Ну это стандартно. Что это да, удерживают. Хотя, а в Польше что, нету никаких налогов? У тебя ничего не забрали. Вообще ничего не забрали. А потому что ты не из Польши, скорее всего. Как ты покупая товар в магазине, там, в Германии, ты в Праду что-нибудь купишь, ты можешь так с ревернуть налог. по факту говоря, я из России, призовые с Америки, и у меня не удержат никакого там налога? Нет, их должно у тебя в России удержать. А в России удержат меньше, чем в Америке, потому что в Америке налоги намного больше. Да ладно, не то чтобы мы считаем чужие деньги, просто интересно, как эта система работает. Мы будущие призовые Ромки считаем. Кстати, не мои призовые, а его призовые, потому что у нас была в 19-м году с самого начала сотрудничества договоренность, что всю его тренингскую деятельность я оплачиваю со своих призовых с Олимпией. Да. Вполне возможно, что Руслан, конечно, работает просто так в холостую, он их не получит. Вот. Но мне неплохо. Мэ, мотивация. Да, да, да. Это мотивация у Руслана выбить из меня деньги хоть какие-то, хоть что-то получить. Блин, путери Ромка прям на самом деле я вот, ну, не видел месяц, наверное, прям он это, нравится мне. первый подход был 17, второй 10. и тот 10 уже такие казны. Сейчас я почему немножко поплотнее стал? Потому что я бухать перестал. Это тоже, но это не основной фактор. Вот. Я ушел от высокоуглеводной к высоко жировой диете. То есть я сбавил углеводы где-то до 400, но эквивалент этой калорийности повысил жиров. И у меня нету вот этой углеводной отечности из-за большого количества углеводов. Как мы с тобой и делали летом, когда у нас было всего эксперимент, Руслан ставил, у нас было всего два приема пищи. То есть я кушал 8 часов и 16 часов голодал. То есть я делал два приема по 2500 калорий и 16 часов не ел. И жиров тогда было 180-190. И форма была очень хорошая. Плотная. Поэтому вот у меня энергетический обмен он как-то все равно больше жиров, наверное, нежели углеводов. Потому что... Ну и потому что он завтракает довольно-таки плотно. Плотно завтракал. А в завтраке вообще на меня почему-то все ругаются, хотя есть исследования. Ну опять же, есть разные мнения, кто-то поддерживает. Кто-то поддерживает, обычно молчит. А у кого есть какие-то без доводов возражения, их и сказывают. Но утро это белки и жиры. Что не выручить, это исключительно. Это первый большой прием. Там уже через час-полтора это уже второй прием пищи, там можно второй завтрак сделать уже с углеводами. Но первые белки и жиры так мощно, хорошо оно работает. Это никто не говорит о том, что углеводы нужно срочно исключить, потому что Руслан сказал в видео. Если вы несколько лет уже питаетесь с утра углеводами, то вам это подходит и это хорошо. Но есть исследования, которые показали, что первый прием пищи лучше сделать белково-жировой. Есть исследования, которые показали, что белок утреннего приема пищи усваивается чуть-чуть лучше, чем последующий. И есть смысл, как бы именно с утра больший объем белка потребить. Ну вот такого особенного легкого белка. Да, так кто нори, он в целом дал. Яичный белочек. Опять же, то есть там мое мнение, что ночью человек должен спать, а не переваривать пищу. Поэтому я вот несторонник вот этих вот, знаете, на ночь 100 литров казеина, творога, два стейка, чтобы ночью, не дай бог, не похудеть. Я считаю, что вы особо ночью что вы лежите в кровати, дышите, ну вам там моментальный расход энергии, он не такой сумасшедший. И то, что вы сели в течение дня, у вас хоть находится в кишечнике, вас питает, аминксот свободные есть, у вас нету дикого катаболизма, мало того, у вас ночью еще там гормоны повышаются в определенной степени. я считаю, что на ночь не нужно объедаться. Дорога на ночь, прям пищи легкие. Это если с точки зрения, ну мы говорим, что люди боятся катаболизма и поэтому наедаются на ночь. А если с точки зрения, вот допустим, у меня вот ужин вот в 9 часов, а ложусь я только в 12, вот к моменту, когда я уже хочу спать и идти спать, у меня, ну лютое чувство голода. Треску с салатом, яичные белки с салатом, легко, ну то есть в любом случае белок, клетчатку, поесть, можно и нужно. Да, 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 просто не тарелку риса, не вот такую, знаешь, эту миску творога, да, творог, он долго будет усвоен. Вещь, момент того, что яйцо, грудка, треска, сывороточный протеин, усвоится быстро. Вдут тебе на них сложно свободно и ты будешь спать. У тебя не будет всю ночь работать с тем пищеварением. На творог у тебя будет всю ночь перевариваться, подскочит инсулин, высокого инсулина выявиться. У меня от творога такой по ночам выброс прям. Да? Да, очень сильный, тяжелый. То есть вообще творог получается по сути, как прием пищи, больше подходит в обеденное время. Вот что дело. И в обеденное время так мало того, еще можно даже с настоящим вареньем его смешать. То есть даже не сахарозменитель, а просто бахнут в творог варенье, это будет большой объем белка, углеводы. Высые углеводы, не жирные углеводы. Да, не жирные углеводы. Да, то есть там углеводы с жиром в обедом желательно. Не с вареной сгущенкой, а именно с вареньем. Да, с вареньем. И в принципе адекватный прием пищи на обед. А многие наоборот почему-то думают, что творог это завтрак или ужин. А в моей парадигме творог это более и обеденный прием пищи. Ну, по таким логическим каким-то размышлениям. И по научным, да. С которыми я знаком. Да, ведь можно прочитать другие исследования, наверное, какие-то найти, если они есть. И выставить другую точку зрения. Но хотя бы я могу свое обосновать инсулиновым откликом, скоростью усвоения белка, нашими, так скажем, у нас есть точки энергообмена, которые я озвучивал, да. Утро там белково-жировой обмен более сильный, в частности по энергии больше жировой. А в обеденное время там с 12 до 5 у нас больше углеводный обмен работает. И получение энергии из углеводов более логично. И в плане того, как мы пищеварение работаем, и в плане того, какие гормоны выбрасываются, и нашего моментальной потребности именно в простой легкодобываемой энергии. Ночью она не нужна. Утром зачастую мы ищем со сна как бы такие вот с низким уровнем сахара, с высоким уровнем гормона роста. Опять же, это самый первый прием пищи. Если у вас тренировка утренняя, встаньте. В 7 утра выпейте протеин с омегой, с клетчаткой, через час скушайте свои углеводы, нужные вам, идите тренироваться. Потому что, опять же, просыпаться в 7 утра и в 7.30 качаться плохо. Стресс. Организм ни черта еще не проснулся. Но это тоже индивидуальный фактор. Руслан обобщает и говорит прям большинство. Но кто-то живет уже 5-10 лет, грубо говоря, в таком режиме. Не нужно что-то менять. Вы уже привыкли организму адаптироваться. Может быть, будет лучше. Потому что, я вот не знаю, много качков, которые в 7 утра идут качаться, сразу после пробуждения ни разу не поев. Ну нет. А люди в залах, вот этот человек работает в офисе. В 7 утра. У него другого времени прокачаться нет. Он едет в 7 утра, как правило натощак. Старк в 6-30. Просто кинут в костюм, забегает сюда, пьет кофе, качается, потом времени пожрать нету, дай бог протеин выпивает, придет в офис, работает, потом только обедает. Стресс. Большой стресс. Тут нужно прямо что-то перестроить. Возможно, можно уже брать коктейль с аминопектином, с аминокислотами, начинать его пить в машине постепенно, продолжать на тренировке. То есть, можно так тренироваться, можно еще и показывать хорошие результаты спортивные, но нужно собрать в кучу все, что необходимо для тренинга, восстановления, пропитания и так далее. КОНЕЦ Левую грудь, когда в пик, он так прожимаешь, аж подсводит. Какой я молодец. Подожди, не одевай тяжелое. Все, давай. Ну, кстати, вот Матриксы не очень я люблю, но вот этот вот удачный. Тебе нравится, да? Ну, для Матрикса точно удачный. Плечу немножко больновато, но тут, наверное, дело не в Матриксе. Все-таки, а во мне. Долго не тренировался, вот раз тренировываешься, тяжело. Потихонечку. Тихонечку. 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 Мне тоже он нравится. Такой неплохой. Вот, есть хаммеры еще вот с такими рукоятками. Ну, там, конечно, хаммер. Он прям хороший. Ну, Матрикс тоже неплохой. Это, наверное, единственный их тренажер. Еще бабочка неплохая. Но на этом все. из линейки Матриксов, которые здесь представлены, которые, ну, норм. Вот. Ну, в целом, знаете, если бы я, когда начинал, и меня привели в такой зал, это был бы для меня рай. Ну, честно. потому что качался в обычных качалочках. Летом, когда все спорткомплексы закрывались, июнь, июль, август, я качался во дворе у нас, прям, подвальная качалка, ратник называлась. Прям вот подвальный. Ты заходишь, а там потолки такие, что, вот прям, темечком аж задеваешь просто их. Прям подвал. Жим 100 я-то не делал? Да, там невозможно его сделать. Можно было делать что? Жим сидя. Там даже, да, там даже ребята, которые приходили, там секция пауэрлифтинга была, и они там занимались, и они не все могли приседать в классической амплитуде. Ну, то есть вот так. Все там приседали сумо. Потому что потолки высокие, низкие, низкие. И, ребят, и эти ребята накачивали мышцы. Музыка. 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 Вообще, я на самом деле очень рад этим встречам с Усланом. Вот, это такое все равно. Я, ну, когда вот долго человека не видишь, все равно скучаешь по какому-то общению, по какому-то диалогу. И хоть мы и видимся довольно редко и только на съемках, но хотя бы какой-то коннект вот этот вот есть. Вот, я прям такой подсоскучился на самом деле, просто пообщаться с ним. Раньше мы, когда на соревнования вместе ездили, это было прикольно. Вот, можно было пообщаться. А вот и он, хуба-буба. Я не стал разбирать, потому что ты еще должен был. Сделал, конечно. А я потихонечку на бабочку ушел. Меня так радует Ромка, я прям такой прям. Ну, вот мы не сговаривали, знаешь, я сейчас только говорю о том, что я, ну, рад видеть Руслана, я тоже соскучился, и то есть, ну, очень долго не видимся, и хочется пообщаться, и ты заходишь, и тоже. Нет, про это я отдельно, на самом деле, конечно, на этом. Когда-то однажды вы узнаете, наверное, все, когда я буду таким уже сильно постарше, и все вопросы решатся. Не самые такие легкие времена, но тяжелые времена рождают сильных людей. Запомните это, это чистая правда. Вообще, иногда прислушивайтесь. Я, может быть, не сильно еще такой старый, но жизненного опыта и ситуации я прошел столько, что зачастую из 100 людям столько не отсыпает жизнь. Вот. И начинаешь ценить людей, даже не за то, что там тебе от них, скажем, лучше от этого тебе не живется, но то, что определенные люди вообще на этой планете живут, с определенными ценностями, мыслями и так далее, но это очень дорогого стоит. А так сейчас у меня все пройдет, и я начну активно-активно тренироваться. Вот у меня большой минус, не могу кушать, когда они тренируются. Вообще ноль аппетита. И сказывается сразу. Ну, плюс стресс еще, так или иначе, с различными ситуациями связаны. Из-за этого как бы еще нервики эти. И нервики, да, сказываются. Но ничего. Очень хорошо, что еще Руслан, знаете, нашел такую небольшую, скажем так, ну, громко сказать, отдушину, да, но тем не менее, клуб по интересам, клуб здравомыслящих таких людей, это клуб 500, мы сейчас проговорим про него. Вот сейчас, Рома, точно, вот сейчас посыплет вставляет. Но, тем не менее, там такое комьюнити, которое, ну, вряд ли кому-то что-то вот завидует и делают, и говорят какой-то вот и с нотками вот этой вот зависти. Вот, скорее всего, это те люди, которые так или иначе финансово обеспечены, они делятся там опытом, вот, проводят досуг вместе, отдых, какие-то даже деловые вот эти вот там переговоры. Учебка там, учебка, ладно, давайте тогда. Ромка сказал, не все подписаны в инсте, кстати, зря. Я теперь вице-президент петербургского клуба 500. Так, у Дины Портнягина, честно, не знаю, какая там ситуация полноценна. Вроде бы мы виделись неделю назад, все у него было хорошо. В интернете что-то пишут, данных каких-то там железобетонных, подтвержденных, ничему нету. Правда, был конфликт с каким-то человеком, который хотел вступить в клуб, насколько я знаю, с не очень хорошей репутацией, но довольно-таки обеспеченной. Он обиделся на Диму, написал заявление. Наши МВД в целом молодцы, они обязаны реагировать на заявление. Пришли, посмотрели, ушли. Вы можете написать какого угодно заявление, и вы придут проверять. Они обязаны это сделать. Потому что вы позвоните там в 112. Отработать всегда. Там, потому что идет запись каждого звонка, и если они не приедут по вашему заявлению, обоснованному в рамках процессуального кодекса, они получат по жопе. Они обязаны отработать. Конечно, это будет ложное заявление, потом вы за это можете заплатить. Вот с вами есть. Ну, в общем, ситуация хорошая. Давайте так, если касаться многим там Диму может не нравиться, из-за большого количества негатива и попыток выехать хайпом на его имени, давайте так. Я лично случаев, где Дима Портнягин кого-то кинул, не слышал. В клубе больше тысячи человек. Хотя бы одного мог бы обмануть. Внутри клуба, опять же, поделюсь честно, правда, были случаи, когда одни люди другими пользовались, кидали, были конфликты, но редкие. Служба безопасности в целом реально работает сильно, и там большой отбор. Нельзя прийти с бабками, кстати, я хочу в клуб 500, вот бабки. Вот эта ситуация и произошла. Ты должен подтвердить белый доход, белый оборот, обосновать. Вот этот человек не подтвердил. Он сказал, я не буду вам предоставлять документы, это конфиденциальная информация. На что оператор ему сказал, что какая-то конфиденциальная, ее можно найти в интернете. Нет, вот именно, что они сами проверяют, СБшка, и если СБшка говорит, знаете, у вас не хватает, но вы можете нам еще что-то показать, ну, если вы хотите вступить. Да, да, да. Ну, выговорил, я ничего, я триллионер, ничего не буду вам показывать. А, короче, по итогу, ребята в клубе, большинство, очень кайфовые. Если вы думаете, слышали слово инфо-цыгане, вот я реально не знаю ни одного. У меня есть там форум, объединение, да, такие более близко кто общаются. У одного парня фирма по производству обуви, второй недвижимость торгует, третий железные ворота, ворота, ворота. Простите, не самый я русский, не очень знаю, как правильно произносить. А может быть оба варианта и правильные. И я зря на себя наговариваю. Так, что кто у нас там еще? Один айтишник, очень сильный, мало того, айтишник сам. У него айтихаб для стартапов, поэтому если у вас есть крутая разработка, вы разработчик, программист, напишите мне, я сведу вас. Возможно, он поможет вам привлечь миллионы долларов в свой проект, работать со всем миром. Кто у меня еще в форуме? Так, чем там еще мысль занимается-то кто? Один человек тоже в айти сфере, чтобы вы понимали, тот, кто зарабатывает в каждой вашей поездке на Яндекс.Такси. Он придумал, распределил. Короче, что, услышали про инфо-цыган? Я вроде бы тоже еще ни разу вам ничего не продал, но надо. Рома, срочно надо, блядь, программки продавать, тренировочные. Когда мы начнем? Массово. Дальше. Люди, блин, у меня есть атомщики в клубе. Есть, то лесом занимаются. Компания ГРАС, бытовая химия. Вы ее кучу раз покупали. У меня с самого дома какая-то фигня есть. Пшикалка там, чтобы жир оттирать этой, знаете, сплиты. Сплиты, да. Короче, я не знаю ни одного. Есть два или три блогера. Вот, на весь клуб. Но они реально большие, живые. Ну, которые официально подтвердили свой доход. Из таких, кого можно показать, кого-то, кто еще помнит, такая Надя Серовская. У нее тут что, 10 миллионов подписчиков? Ну, Надя зарабатывает бабки. Сто процентов. Продает курсы, да. Курсы, как брови мамам украсить, мазать. Для девочек. Ну, реально. А девочки тут работают и вашим женам, подругам. Это же не Аяз Шабудинов, который продает, блядь. Слушай, по Аязу, давай так. Я с ним лично не знаком. Много кого я там знаю. А сояло не знаком. Но отзывы о работе Аяза, как структурирование, постройка бизнеса и так далее. Отзывы хорошие. Конечно, у кого-то, может быть, бизнес не смог построиться. Но это же не только от него зависит. Но ты сам должен поработать ручками. Отзывы об Аязе, как о человеке, лично не знаю. Говорю со слов других людей. Положительные. Есть те, о ком отзывы отрицательные. Ну, я, видите, я не сильно хотел в тусовке, особенно вот там, инфобизнеса. Я бы лишь к живому, заводы, пароходы, а мы ручками работаем. Ну, давайте буду честен. Ко мне обращаются за консультациями. Да, я как выступаю, как консультант, потому что разбираюсь в бизнесе. У меня большой опыт. Там большие команды. И тоже за это получаю деньги. Я инфоциган за это? Нет. Не рекламирую это? Да, не рекламирую, потому что, ну, это надо, наверное, упаковывать, этим заниматься. Это отдельный бизнес. Даже бы хотел, мне нравится. Я, там, выступаю для предпринимателей, я сижу с ними на мастер-майндах. Мастер-майнд, знаете, когда человек есть запрос, он его выкладывает. Грубо говоря, один стол предпринимателей по-разному предлагает ему решение его проблемы и вопроса. То есть совместно можно прийти, так сказать, знаете, коллективный разум людей, которые разбираются в каждой своей сфере, может привести к, там, хорошему, правильному ответу. Одна голова хорошо, опять лучше. Да, как расти, особенно, опять голов светлые. Ввиду того, что я теперь, там, вице-президент, давайте так, для тех, кто реально имеет крупный бизнес, такие люди есть среди моих подписчиков, лично для вас, вы сначала мне напишите, я могу согласовать особые условия для вступления, даже включая практически бесплатный тестовый месяц для посещения каких-то мероприятий, лекций. Может быть, очень интересно, потому что, на крайний раз, когда я ездил на учебу, у нас выступал Артемий Лебедев и Бартон, очень специальный психолог, особенно, наверное, там, если девчонки смотрят, они прям все знают. Мы в общем стали умный дядька. Блин, знаете, из людей такого, они по уровню сознания уже даже, там, давайте, мне до них еще расти, они уже там. Ну, прикиньте, кто такой Артемий Лебедев, который чувак, который черную точку продает, там, за несколько, там, миллиардов государства. Ну, блядь, надо иметь вообще... У меня такой наглости нету. Я не могу херню непонятную продать так задорого. Я могу охуенно и товар продать дешево, вот, как Ром говорит, для пацанов. Я чувствую это за него, ценность, целостность, выгоду для моего клиента. И, то есть, у меня такая польза. А там он, 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 он крестик вам нарисует и скажет, 10 миллионов, я Артемий Лебедев. Я взрослый дядька, который ходит с зелеными волосами. И на вопрос, что вам нравится больше всего жизни, он сказал, знаете, я столько много уже заработал, мне не надо выпендриваться. Знаете, мне очень нравится, говорит, какать и двуслойная туалетная бумага. Она такая приятная. И это он говорит на сцене перед просто людьми, которые суммарный оборот за несколько сотен миллиардов рублей. И он такой, дядь, говорит, крутой. Он говорит, как, это очень приятно. И, знаете, почти все физиологические процессы в жизни человека природа сделала так, чтобы было приятно. Нам приятно, говорит, кушать, обниматься. Говорю, ну, так как мне нравится. Я сижу такой, думаю, пиздец. У него же заказывали дизайн жетонов метро. И он такой, и этот еще Леха Щербаков от всего высмеивал. Вы представляете, говорит, у него заказали дизайн жетонов метро. И знаете, что он делал? Он нарисовал букву М, блядь, метро. И продал это, да. Какие деньги? Он говорит, да, да. Я, говорит, заебись делал. Буква М? И продал все. Всем понятно? Всем понятно, что это метро. Ну, в такого формата люди выступают. И потом вечером он пришел к моим пацанам, к моему форуму, они скидывают фотку. Он с ним естит, колян курит, потому что он бесплатный. Чувак знает. Ну, потому что он кальяну стоили по 250 евро, пипец. На самом деле, ребятки, у меня сегодня был этот, как он называется-то? Знаете, популярное слово «факап», но неудачка. Будем говорить русскими словами, понимаете? Попал в просак. Короче, сегодня был вообще план снять еще один видеоролик на новый канал про автомобили. Рома еще не в курсе, но он тоже там будет принимать участие со своими машинками, потому что, мне кажется, всем очень интересно смотреть, что у него происходит. Я буду, с моей стороны, брать крутые тачки, их тестировать, показывать, высказывать свое мнение. Такое обывательское просто пользование. Потому что я очень много, на чем поездил, и у меня есть впечатление и понимание. И знаете, все равно, мне кажется, приятно смотреть обзоры от того человека, который может позволить себе купить эту машину, которую он тестирует, а не которая на коленях умоляет дать ему на ней поездить и сфоткаться. Это две разные парадигмы восприятия автомобиля. То есть сейчас я вот Ауди разбил свою, да, сейчас я еду на 400-ом ГЛЕ-купе. Я не куплю себе этот Мерседес сраный, бля, помойка. Вот новый ГЛЕ-купе 400, ну, симпатичный, и внутри красивенький, но, бля, управление, как работает мотор, как работает турбина, которая начала отключаться. Там 50, мне меньше 50 тысяч пробега. Захожу в интернет, там у всех такая проблема. Ну, вообще, короче, вчера бортовой компьютер выключился, я еду на машине, все, работа, он пишет, мотор выключен, бортовая экосистема отключится через 10 секунд. Я такой, в смысле мотор? Нажимаю на газ, все, там крутится. Выключается, все, машина едет, она проходит с Жигули, то есть крутится руль, гидрач, мотор, и фары светятся, все, весь бортовик, все исчезло. Проходит минута, все перезапускается, опять работает. Я во что не глушил, не включал, короче. Рома будет тоже присутствовать, о чем-то будет кататься, свое мнение говорить, и мы будем смотреть вот там вот его машинку, что он там с ней делает, он будет выбирать новую. Это тоже клево, потому что это как раз-таки уже для пацанов, потому что пацаны покупают тачки там самые новые, двигаются куда-то с этой всей историей. И сегодня мы должны были взять Линко 9, типа 500 лошадиных сил, гибридные, все дела. Я забыл об этом сказать ребятам, которые продолжили мне машину предоставить, и они пригнали двухлитровую бензинку. Обычную гражданскую тачку. Я говорю, ну пацаны, ну смысл мне снимать машину на 200 лошадей? Ну да, он, короче, он красивый, он лучше, чем XC90, который, базой которого является, потому что китайцы, они купили Volvo, и все, взяли все технологии, сделали что-то симпатичное, выглядит хорошо. Я доехал до парковки, сказал, ребята, в другой раз, в общем, что-то нам предстоит. Хотел начать с китайца, ну что-нибудь снимем другое. Напишите, что интересно. Может, интересно что угодно, потому что тачки любят смотреть. В общем, будет. Будет, но не сегодня, потому что я попал в мелкую неурядицу. Но сюда к Ромке приехал все равно. Мне когда-то чувак писал, Рома, в директе пишут, я у Роми задал вопрос, Рома послал меня нахуй и заблокировал. Я говорю, видимо, вы были бы ненежливы. Вопрос можно задать по-разному. Вот те люди, которые пишут мне, допустим, здравствуйте, Роман, у меня такой вопрос, могли бы вы ответить? К примеру, вот это один формат того, как задают вопросы людям, и люди получают на это ответ, потому что они располагают сразу к общению, к диалогу. А есть люди, которые сходу с ноги, блядь, открывают дверь и начинают там, вот как у меня история была недавно. Я что-то скинул, ну, какую-то рекламку генетика, да, просто рекламный пост и так далее, и мне чувак пишет прям, не здрасте, не до свидания, да вы заебали нахуй, хули вы рекламируете этот ебаный спортпит, все знают, что он не помогает, все знают, что нахуй надо 3 набаллоны, там, тестостерон и все вот это рекламировать. Я говорю, дружище, тебя никто ничего не заставляет покупать. Вот так вот я ответил. На что он отвечает, да нет, ты не подумай, я слежу за тобой, за Русланом, я покупаю генетик, я его ем, но честно было бы сказать своей аудитории, что вы там колетесь и химичите. Я говорю, мы об этом рассказываем там на YouTube-канале, что и как делаем. И потом он мне начинает задавать сразу схода такие консультативные вопросы характера, которые я просто проигнорировал. Потом я запускаю рубрику вопрос-ответ, и мне задают вопрос по поводу там нандролона, типа, имеет место быть или нет? Я пишу, имеет. Типа, ну нандролон имеет место быть, его можно использовать, как в курсе, да? И этот чувак отвечает на эту сториз. Типа, слышь, ты! Ну, типа, вот в такой манере, ты типа, что там ебать? Другим отвечаешь на вопросы, а меня игнорируешь, типа, не охуел ли ты? А меня, знаете, у меня аж такие холодные, холодный пот и мурашки такие прошибли меня в этот момент. Я говорю, дядя, ты, глядь, ничего нахуй не попутал? Я с удовольствием общаюсь с тактичными нормальными ребятами и отвечаю практически всем на вопросы и достаточно конструктивно, и даже голосовыми. Но все зависит от того, как нагло и какому характеру вы задаете вопросы. Ребята, скоро батончики будут. Блядь, лучше не зарекайте, пожалуйста. Сейчас что-то покажет. Что-то покажет. Руслан, стекло такое, ну... Сбоку не видно. Шпионское. Сбоку я вообще не вижу, что он это самое. Только под прямым углом. А, тут батончики производства. Прямо смотрите. Прямо едут. Представляете, поехали, уже все. Это значит, в натуре скоро будут батончики, пацаны. Пусконаладка. Пусконаладка. О, неужели. А, даже, да, вот так вот даже. Даже вот так. Ну, нифига, двухслойные. Так, вот так. Всякое разное. Красивенские, смотри. Даже в ближайке. О, нифига. Сейчас, вы именно были. Это, ну, совсем другой уровень уже батончик. Там, ты что, там до трех слоев. Две прожилки. Обсыпка, обливка, декорирование. Там прям вкусненько. Там прям вылазит. Ну, наконец-то. Сейчас там кое-что. Вот, пусконаладочка. Вот сейчас, что я тебе показал в видео, это упаковочная машина. Вот, это последний, финальный этап. Линия уже, как бы, она уже работает. Тестируем, чтобы хранилось. Вкусы. Сейчас финальный кусочек мы оплатим машины. Его привезут. То, что это на видео. Его прикрепят, и это уже упаковочная машина. То есть, готова уже кухня, вся линия производства, пределуем упаковочную машину. Все настраиваем, чтобы работало вместе. Получаем документы. Это самая долгая, наверное. Это не очень долгая. Да? Да. Это все-таки пищевка. Это не бат. Не бат. Бат, это очень долго. Это придет. Девять месяцев. То есть, нормально все сделал. Вот. И, собственно, сейчас прям уже в работе дизайн. Почему мы дизайн все в работе? Потому что нужен номер документа, чтобы наложить его тоже на упаковку. То есть, это все будет одновременно. Заказ пленки. И, собственно, я думаю, что мы выйдем с первыми четырьмя позициями. Каждый будет от четырех до восьми вкусов. С таким довольно широким ассортиментом. Поэтому уже все, кто ребята с магазинами, кто с бизнесом, можно мне писать в директ. Я буду замыкать уже на менеджеров по батонам. Продажа моего нового бренда батонов. Раз. Второе. Работа на СТМ. Вы можете запустить у меня свое производство снеков. По заданной рецептуре все посчитаем, сделаем хорошо, красиво. Они сами должны задать тебе рецептуру. Они вам сказали, хочу столько белка, хочу такие компоненты, хочу, чтобы было вкусно. Да. А мы из этого уже слепим. Либо готовые рецептуры используются. У нас их очень много. Потому что мы уже, понимаете, линия делалась. Скажи цифры в ход сколько. Ну, пример. Да слушай, да не бывает. Надо считать. А всем же надо. А как? Ну, допустим, смотри, стоп. Давай так. Максимально отрешено. То, что оптовая цена за батончик будет там, типа, 52 рубля. А может быть, он будет у них веганский, и которые должны девственницы делать утром, он будет в 40 рублях. Допустим, самые такие, знаешь, незаурядные двух-трехслонные батончики, грубо говоря, сколько вход в этот бизнес, допустим. Вот я хочу себе сделать там 3-4 вкуса батончиков своей этой. От полутора, от двух миллионов. Сколько нужно иметь на кармане, чтобы было какое-то понимание. Ну, к примеру. От трех, я думаю. От трех миллионов. Все. Это большая партия достаточно, которая будет нормально продаваться с большим количеством вкусов и так далее. Вход в этот бизнес. Один плюс, чтобы у человека не лежала упаковка. Можно сделать меньше. Но все равно сделать вложение в упаковочный материал, потому что я там могу сделать батончиков условно небольшой объем, но поставщики пленки такой объем не продадут. Ну, понятно. Эта пленка будет храниться на будущие партии. То есть вообще все считается, все как бы можно. На перспективу? Да, да, да. То есть у нас тоже упаковка хранится, да, нам никто не напечатает 500 наклеечек. Хотя партия там, грубо говоря, там, БЦА там выходит, там 500 банок одного вкуса, 500 другого. Но хранится этикеток на 5 тысяч, потому что лот в 5 тысяч, понимаешь, цена одной этикетки, если ты сделаешь 100 штук, будет 100 рублей за этикетку. А если ты делаешь 5000 штук этикеток, у тебя уже там 32 рубля. В три раза дешевле. Ну, понятно. За наклейку. И ты такой посчитал по году, нифига себе, дешевле. Больше купить? Даже с учетом там инфляции, удорожания, использования денег, даже там банка из этой ставки. Выгоднее сделать больше. Потому что есть понимание цена денег, которая должна учитываться в складе. Есть очень важный там термин, заработанный рубль с одного инвестированного. И есть, у инвестированного рубля есть его цена, сколько ты за него платишь. Есть цена еще за хранение товара, который ты купил на один рубль. Он у тебя где-то хранится, в складах обогревается. То есть у этого рубля есть своя цена, есть сколько этот рубль тебе приносит. Ты эти две цифры состыковываешь и понимаешь, грубо говоря, годовую прибыльность с инвестированного рубля. Иногда можно посчитать, что выгоднее деньги в банк положить под 20%, чем с деньгами работа, чем заниматься бизнесом. Если бизнес низкомаржинальный или высокорисковый. Батончики, это низкомаржинальный бизнес. Да. Но высокооборотистый ты зарабатываешь на вале. Именно на количестве продаваемого. На объемах. На самом деле спортивное питание полностью на этом основано. Что-то там с оборотом в этот год, наверное, закроется в 2 миллиарда, денег будет вот столько. Из-за того, что скакал курсы, на самом деле сгорело почти все по прибыли. Наоборот компании не пиздец. Космический, я бы назвал, но для моего понимания. Вот мне пишет человек с таким запросом. У него никнейм натуральный бодибилдинг. Роман, приветствую тебя. Меня зовут Костя. У меня есть мечта выиграть прокарту. Прославляйте, освещайте этот путь в медиа, инстаграм, телеграм и ютуб. Это история ноунейма. Никому неизвестный атлет достигает своих целей благодаря упорству, дисциплине и поддержке. Такие истории любит публика. Я сам люблю такие истории. Вместе мы можем создать крутой материал. Ребята будут смотреть и вдохновляться, приобщаться к культуризму, фитнесу. По пути мы будем рекламировать все, что будет необходимо. Рома, благодарю, что дочитал. Что мне нужно ответить этому человеку? Ну, то есть он... Рома, спонсируй его. В него верят мама, бабушка и ты. И все будут смотреть это. Ни-у-я-не-бу-дут. Это я к тому, что, ну, типа, задайте ваш вопрос. Конструктивное какое-то предложение, что-то, что я должен додумать в этом. Мне что, нужно с ним на ютубе что-то снять, прорекламировать его, в сторис выложить. Ну, должен, да. Ты должен. Ты что-то путаешь. Вот, поэтому... Это же всем интересно, Рома. Когда вы что-то пишете. История ноунейма всем интересна. Всем интересна. Всем интересна. Всем же именно ноунеймом. Я же тоже был ноунейм. Мой шорт еще подкини сразу. Я пока раздеваться не буду. Я после аварии. Ну, сори, как многие-то вернулись, и дали еще, Рома. Ну, типа, да, ну, типа, нет, наверное. Хорошо. Давай. Шоу Литву Битмастер. Двадцать четвертый год нас ждет. А тот, как реактивы, большой. Хорошо. Вот так вот, корпусом мы. Ну, пишет, опять сети выведет. Ну, такой жирненький. Не жирненький, а гребетненький. Ну, не пол. Ой, ребят, знаете, это тут. Забрал свою маленькую историю. Я больше не связан с клубом или джим. Вот. За что, ребятам, спасибо. И, да, да. Огромное спасибо. Но, скажем так, свои награды я отсюда предпочту забрать. И, знаете, наверное, все-таки в музей компании Генетик Лапах Руслану передам. У нас тут медалей много. Надо подписать, что ты Робина. А ты просто вот прям на один. Ну, типа, прошлые, да. Прошлые, а больше, да. Ну, и она серебряная. Вот. И каждая медалька – это золото с чемпионата России. Еще, кстати, в Перми. Единственное мое золото с России. Это за победу и про-карту, кстати. Вон там тоже про-карту моя. Про-карту мой? А нахуй она нужна? В смысле? Нужна? Диабол. Там музей. Музей? Романия Масл Фест. Это пятое место. Ряденько. Ну, это топ-6. Это был, знаешь, это был наш реванк. За то, что кто-то пытался высказаться после Европы прошел. Когда обошли олимпийцев. Когда двое русских спортсменов были в топ-5. Да, это Тимошин был, Миша, там, третьим стал он тогда. И я стал пятым. Причем я залез со второго кулаута. Меня вызвали во втором кулауте. И по итогам этого я стал в топ-6. Да, я забрал. Прошу тоже было, да. Все, и Польша. Один шаг до квалификации на Олимпию серебро. А это... Серебро с ценой золота, на самом деле. А это за абсолютную победу. И как раз про карту. Слипатичненько, кстати. Ну, достаточно, да. Слипатичный металл. Не стыдненько. Знаете, я думаю, что все-таки надо добавлять какой-то новый формат. Потому что, конечно, ряду из вас очень нравятся наши дружеские беседы. И вы на самом деле просто находитесь. Правда, наверное, такого возможно вы смотрите, потому что аналогичного нет. Потому что это не какой-то придуманный формат. Это как есть. Лайф. Да, ну максимальный. В процессе что-то позанимались. Сегодня легенькая тренировка. Видите, я там после травмы. Здесь Роме будем считать такая поддерживающая тренировка. Не, я на самом деле хорошо потренировал. Пишите в комментарии, занимайтесь бодибилдингом. Подписывайтесь на Ром Хлюлина, на Руслана Халецкого. Кушайте хорошее спортивное питание. Здорово, если вы выберете генетик-лаб. Вот. Ну, знаешь, в конце видишь, как реклама идет, и как-то неловко. А с другой стороны, легче надо заработать, заплатить. Но качественный продукт. Бензин-то надо тоже заплатить, чтобы приехать на это. Лучше мы прорекламируем качественный продукт, и вы будете его использовать и будете наслаждаться, так скажем, результатами от этого продукта. Чем промолчим, промычим, вы, соответственно, возьмете какой-то говно на стороне. В общем, тогда еще ссылка на аккаунт в Телеги, где можно взять шмотки, тоже здесь. Потом, что по шмоточкам, потихонечку сайтик делается. Шмоточки, шлютки, футболочки есть. Круто, что пишите, спрашиваете. Приятно вас в них видеть. В общем, вообще, на самом деле, мы вас любим. Какие бы вы ни были. Да, на самом деле, не было бы нас без вас. Надо быть откровенными и честными. И, наверное, кому-то из вас помогаем чем-то мы, раз вы смотрите. Поэтому это вот взаимообмен. Энергии. Куча максимальных ссылок получается внизу. Что-то, возможно, будет вставлено в кадр, чтобы не потерялось. И всем пока. Вставлено нихуя не будет. Всем пока. А, это же Леха, точно. Это же Леха. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...